Друзья, вам не кажется, что наш мир выглядит не совсем так, как должен выглядеть? Здесь есть Белорусская СССР, тут есть Белорусская СССР, и тут есть Белорусская СССР, но где-то её не хватает, а именно на территории Северной Америки, а именно на территории Соединённых Штатов Америки, которые мы сегодня с вами будем захватывать, в игре, которая называется Age of Civilizations 2. Ну а меня зовут Перпетум или же Александр. Надеюсь, вы рады видеть эту игру, если это так, вы можете поставить лайк, или если вы захотите меня поддержать, ну а мы с вами продолжаем воевать. В последней серии, которая выходила уже бог знает когда, я совершил вероломное нападение на США, но, в общем-то, далеко не продвинулся, да? Мы тут немножечко повоевали, и, в общем-то, я построил даже некоторые планы по поводу дальнейших боевых действий, и сегодня я буду их реализовывать. Также я забыл, что на территории Южной Америки у меня же тоже есть большая армия, которая почему-то не задействована. Надо это исправлять. Я сейчас найму здесь... А, ёлки-палки, мы здесь захватывали территорию. Чёрт, здесь тоже была война. Хм, теперь эти войска нужно будет как-то сместить. Вот почему. А я уже и забыл, что происходило на самом-то деле. Ладно, мы соберём тут ещё армию, и тут, и там. Для этого потребуется несколько ходов, но, конечно, здесь войска большие собирать не получается почему-то. Видимо, земли ещё не до конца ассимилированы, хотя, кого я обманываю? Вот, например, в Богате, Боготе, получилось набрать большую армию, и здесь мы её наберём. Денег хватает, друзья. Можно позволить себе огромные траты. А когда эти траты будут совершены, я войска соберу в кулак и ударю по северной и по южной части США. Короче, мы будем давить их с двух сторон. Поломаем сначала экономику, потом поломаем лица, потом разрушим города, и, в общем-то, создадим великое и светлое коммунистическое социалистическое будущее. Такс. Ну, нормальненько, нормальненько, нормальненько. Ну, блин, не нормальненько на самом деле. Только в крупных городах получается набирать огромную армию. Ну, это другое дело. Тут ещё войска, ёлки-палки. Тапронто? Тарапото. Я думал, Торонто. А тут Тарапото какой-то. Торонто ж у нас в Канаде. Я думал, уже всё. У меня глюки начались. Но нет, всё нормально. Такс. Лапас тоже. Чалла, почему бы и нет. Чёрт, это очень большая армия получается. США, я тебе не завидую. Зачем же ты когда-то становился мировым лидером США? Сейчас мы всё изменим. Маленькая европейская страна. Хотя по европейским меркам Беларусь не такая уж и маленькая. Но тем не менее. Обычная европейская страна взяла и захватила весь мир. Кто бы мог подумать? Это же весело. Ладненько. Такс. Я хотел отправить войска вот сюда, в северную часть. Чтобы тут немножечко забрать земли. И опять же повредить экономику как следует. Оставшиеся войска не будут просто выступать линией фронта. Чтобы, ну чтобы никто не нападал на нас. Так, сход завершён. Ага, я ещё и здесь нападаю. Офигеть. Вот это у меня были планы наполеоновские. Посмотрите, со всех сторон. А я уже и забыл про это. Месяц, наверное, прошёл, как я играл в последний раз. Я помнил, что я напал на США. Но где и как я это делал? Вообще из головы вылетело. Ладно, сейчас мы вернём воспоминания. Это будет замечательно. Можно и здесь. На самом деле идти уже вперёд потихоньку. Почему бы нет? Армия позволяет себе такую возможность. Такс. Сюда соточку. И сюда соточку. Всё. Смотрите-ка. Опачки. Ещё большой кусочек мы заберём. Хотя, блин, у США столько регионов. Наверное, ни в одной стране столько регионов не было. Но, возможно, ещё в Китае. Но, блин, США разрослись, конечно. Ох, разрослись. Ладно. Тут у нас что? Соединённые Штаты Америки! А что вы здесь делаете? Нахрена вы здесь вообще соединялись? Такс, мы сейчас это исправлять будем. Нам этого не нужно. Нифига себе. Кто бы мог подумать, что и здесь ещё территория осталась. Я думал, всё, уже закончено. Такс, ладно. Эти войска тоже будем потихонечку перемещать, двигать. Чтобы они собирались кучу. Да ёлки-палки, что со мной? Разучился играть в игру? Быстро щёлкать по клавишам. Быстро перемещать войска. Давай, иди сюда. Ты тоже сюда. Пускай сбор идёт постепенно. Ближе и ближе сюда. Да, не всегда метко указываю локацию, в которую нужно идти. Но, тем не менее, перемещение идёт. Медленно, плавно. Главное, что идёт. Сколько тут? Тысяч тоже, наверное, двести соберётся. Этого хватит для небольшого покалечивания экономики. На что, в общем-то, я и рассчитываю. Что я, в общем-то, и планировал. Здесь тоже надо всё переместить. Такс. Давай, 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 давай. Не расслабляемся. Ну, можно сделать так, наверное. Тут собрать. Потом сразу большой отряд отправим куда-нибудь ещё. Да, долго эта армия будет собираться. Но, ладно. Ничего страшного. Я пока повоюю в северной части. С южной мы разберёмся попозже. Вроде бы все перемещаются. Вроде бы всех собрал. Ну, маленькие отряды по 24, по 25 бойцов. Я не думаю, что имеет смысл вообще двигать. Пускай стоят, никого не трогают. Мы пойдём сюда. Здесь всё хорошо. Итак, где ещё я нападал на США? По-моему, это было где-то в Азии, да? Где-то, где-то здесь. Отлично. Мы высадились. Просто почему я хочу уничтожить эти города? Ну, они могут очень повредить мне. Если они будут постоянно на меня нападать с этих островов, это неприятно было бы. Вообще не очень. Поэтому нужно просто этой земли их лишить. Это плацдарм, да? Для бомбардировки моих больших городов. Как они воевали с Японией, захватывая острова и размещая там свои аэродромы. Так же мы сделаем. Мы просто... Точнее, они хотят это мерное так же сделать. Но мы им не дадим это сделать. Во. Тут Соединённые Штаты Америки. Чёрт возьми, а чё это вы тут опять делаете-то? Ёлки-палки. Тут тоже нужен большой отряд, чтобы с вами как-то расправиться. Давайте вы не будете сидеть на островах. Отправляйте все войска на большую землю и там сражайтесь. Здесь можно большую армию собрать, но порта нету. Ладно, можно это исправить. Так. Порт, 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 порт. Порт здесь есть. Вообще не проблема тогда. Отлично. Хорошо, здесь войска собираются, здесь высаживаются, здесь перемещаются. Всё отлично. Конец хода. Ход в этот раз был не такой уж и длинный. Посмотрим, что США будут предпринимать. Пока они просто заняли выжидательную позицию и ничего не делают. Они просто смирились со своей участью. И даже здесь, смотрите, что происходит. Ужас какой-то для них, конечно же. Ну, здесь вообще без проблем. Даже крупный город сдают. Нету армии. Вы заметили, что нет армии и её просто нет? А как так-то? Чё, это всё один... Охренеть. Я на все эти острова могу высадиться одновременно. Ну, по чуть-чуть будем. Блин, слишком много земель. На каждый островочек? А, так это всё одна земля. Чёрт, чё-то я... Странно. Во, ещё один остров. Странно это было. Так, войско здесь наняли, да? Вот. Высадимся сразу сюда. Хорошо. В южной части тоже нужно войска немного переместить. Это Африка. Это не Южная Америка. Они немного похожи, но это не Африка и не Южная Америка. Вот Южная Америка. Ох, нервишки, 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 нервишки. И одновременно радость, что я продолжаю воевать. Будет на душе как-то спокойнее, когда я закончу незавершённое дело. Уже 30% США мы захватили. Офигеть. Ну, это всё колонии, можно сказать, да? Зарубежные, заграничные земли. А нам нужны основные. Именно за этим мы здесь. Так, 200 тысяч бойцов стоят без дела. Тоже их переместить не мешало бы. Тут мы просто идём в бой. Перемещаемся. Штат за штатом. Захватываем. Хотя, стоп, подождите. Штаты. Вот деление по штатам, да? Пунктирная линия, которая, ну, более-менее вертикальная и горизонтальная. То есть они ровные. Это штаты. Такие дела. Так что я не знаю. Мы тут хотя бы один штат захватили. Ну, я думаю, да, какой-нибудь штат захватили. Я вообще не должен разбираться в штатах США. Никто же не разбирается в регионах Германии или Франции. Типа, то же самое и США. Почему я должен знать? Я не должен знать. Я знаю, что это США и это капиталисты проклятые. Мы должны их захватить. Так, понеслась. Оба-на. Оба-на. Вот, тут уже другое дело. Хорошо, что я отправил большие отряды, а не по тысяче. Где армия США? Где ваша национальная гвардия? Где ваш хвалёный флот, пехота, морские котики? Вот это вот всё где? Морпехи, где вы? Куда вы делись? Авианосцы... Ай, ну ладно, косяк мой. Авианосцы, чё вы стоите, ждёте? Вы просто хотите погибнуть? Чтобы о вас забыли? Любая большая и великая страна рано или поздно разрушается. Рано или поздно приходит в укупатку. Невозможно быть крутыми вечно. Рано или поздно придёт Беларусь и захватит вас. Вот и всё. Так устроена мировая история. Ну, и я не думаю, что такое государство, как Белорусская СССР, да, в обозримом будущем могла бы развалиться. Занимая половину всей суши земли. Половину, в общем-то. А если не больше? Подсчётом вообще не поддаётся территория. Что? А они, посмотрите, какие. Вот. Вся суть капитализма. Пока мы разрушаем их города и захватываем их сёла, они пошли воевать с Австралией. Интересные бои. Нормальный борщ варят. Вы чё, США? Так же нельзя? Ну, у вас же должна быть какая-то совесть и прочие нормальные черты. Почему вы не захотели защищать свою землю, а пошли захватывать новую? А они думают, что это безнаказанно будет для них? Я скажу им так. Нет. Они будут наказаны. За такую дерзость. Мы поможем Австралии. Я люблю Австралию. Вечно Австралию кто-то пытается захватить. Я мог это сделать, но я не стал этого делать, потому что я люблю Австралию. Нафигеть. Ну ладно, разберёмся. Разберёмся. Так, надо наказать за это США и забрать последнюю территорию в Южной Америке. Да, мы сделаем это довольно быстро. Войска продолжают собираться здесь. Здесь тоже, в общем-то, все знают, что делать. Следующий ход. Вот вы ещё где есть. В Европе кусочек США. Я и забыл про него. Мы там собрали большую армию, кстати, и даже её не использовали. Прикольно. Так. В Вашингтон. Они отдали просто так Вашингтон. В свою столицу. Вот так. В Африке. Они в Африке ещё есть. Да они повсюду. Ага. Они, похоже, отправили реально войска воевать. Реально войска воевать. И поэтому остались без армии. Вот в чём дело. Ну, я не знаю, что вам сказать. Придётся. Придётся. Это Франция у нас. Тэкс. Придётся вот эти земли тоже как-то забирать себе. Для этого потребуется Большой Легион Иностранный. Тэкс. Ну, хотя тут особо большую армию ты и не соберёшь на самом деле. Но она и не потребуется наверняка. Потому что у меня здесь 94 тысячи бойцов. И они как раз-таки должны были высадиться в Александрии. Если мне не изменяет память. Здесь всё хорошо. Сюда тоже не мешало бы отправить парочку бойцов. Для этого я возьму просто... О, вон, смотрите. Видите? Тут ещё есть армия. Соберу её и отправлю в Африку. Здесь, да? Тоже забираем. Окончательно. Что у нас... В океане, творится. Что у нас тут происходит? Тэкс. Тэкс. Интересно, они попросят мирного соглашения или нет? Или будут вот так вот сидеть и наблюдать за тем, как они разваливаются? Мне действительно интересно. Так, тут войско собралось. Можно тоже его отправлять на высадку. Что дальше? Что дальше? Что дальше? Помочь Австралии, может быть? Я думаю, что сама по себе Австралия не справится. Нам надо бы помочь Австралии. Это будет правильный, благородный шаг. Захватывать сам Австралию я пока не стану. Мне просто нужно ударить по носу США. Это главная цель. Денег хватает на найм войска. Я не знаю, сколько нужно собрать армию, чтобы помочь Австралии. Ладно, здесь мы захватим все острова, армия останется. И, в общем-то, можно будет помочь Австралии. Так что Австралия не бережевай. Кстати, можно было всегда так передвигаться. А я почему-то этого не делал. Так, что у нас тут? Отлично. У нас тут все отлично. Может быть, этот отряд потом сразу в Аляску отправить? Ох, на Аляску точнее. Да, так и поступлю. А эта армия будет продвигаться вглубь страны. Смещаемся. Соединяемся. Не разрушаем линию фронта. И ждем потихоньку здесь. Сбор идет полным ходом. Еще армейка. Мало, конечно, но нормально. Так, здесь давайте соберем. Тут 8000 бойцов. Давайте сюда потиху. Тоже сюда как-то вот так. Мы тоже сюда. Сюда. Вы еще не нанялись, поэтому пока никуда не идете. Хорошо. Что тут у нас? Тут у нас. Вот оно что. Текс. Текс. Что-то странные границы регионов, блин, у США на самом деле. Прям неудобные, действительно. Ладно, понеслась. Ого! Вот что. Так, это где у нас? А, это у нас нифига. Это у нас Сибирь. Офигеть. И тут они тоже есть. Приколды. Но я тоже там подготовился, оказывается. На островах большие войска собрали. Начинают давать отпор. То есть Австралии мы так быстро и не сможем помочь. Проблематично. Хорошо, что США себе выдают, да? Свои регионы. Про которые я забываю, что они вообще есть. Они просто берут, нападают на меня с их земель, с земель регионов. И говорят, мол, Саня, смотри-ка. А-ля-ля-ля-ля, мы здесь. А-давай-ка, а-давай-ка, а-давай-ка. Накажи нас. Сейчас я говорю, окей, вы сами хотите этого. Ну, 34 бойца, конечно, те еще наказыватели. Но вот 6 тысяч бойцов, это уже, конечно, совершенно другой разговор. Так, а все, тут, в общем-то, и наказывать-то особо, по сути, нечего. Просто залетаешь и ломаешь, и все. Да. Земли сибирские потеряны. Вот, что я хочу. Где там мой отряд, который должен высадиться в Александрии? И 94 тысячи скоро прибудет. Здесь это что? Соединенные Штаты Америки. Глядите-ка. Оп. Были, да сплыли. Где еще? Это что? Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки. Да. Ну. Границ нету. А хотя есть граница. Вот и граница. Сразу нападаем. Так. Сюда было бы неплохо высадиться, тоже завоевать земли эти. Франция. Но всему свое время. Хотя. Это что? Это США? Это Франция? Хотя, если где-то... Что это? Национальные... Это кто такие вообще? Ботсвана? А что тут армия Ботсваны делает? Не совсем понимаю. Ну ладно. Так. Мне нужно собрать отряд. Чтобы высадиться в западные части Африки. На земли США. Отряд большой делать я не буду. Ну так. Чисто символически соберем армию. Вот так где-то, да? Должно хватить, по идее. Мне кажется, хватит. Здесь. Ну тоже давайте в бой идем. Так. Хорошо. Что тут у нас? Тут у нас где-то был большой американский отряд. По-моему, вот на этом острове. И он сильно потрепал нервишки мне. Это было нехорошо. Так делать нельзя. Так делать нельзя. Давайте нападаем. Здесь тоже, по-моему, где-то был большой отряд. Но мы высаживаемся. Нас разбили просто в пух и прах мгновенно. Наймем еще армию. Так. Ну, в общем-то, если подумать, можно попробовать эту армию отправить в Австралию. Хоть какая-то будет поддержка. Хоть минимальная самая, но все же поддержка. Хотя я смотрю, что Австралия дает отпор. США не продвигается. Так что нормально. Нормально. Хорошо, поехали. Тут где-то что-то нападают. Офигеть. Ну, давайте. Давайте. Померяемся силами. Готово. Готово. Кучу, кучу земель отжали. Я знал, что эти острова будут проблематичны. Я знал. И так оно и получилось. О, скоро будет высадка. Отлично. Высаживаемся. Не ждем. Нападаем. Здесь военную кампанию завершаем. Переходим в Африку. Высадились вы в Александрии, да или нет? Ну, наконец-то. Сколько можно было плыть? Безумцы. Слишком долго плыли. Так, тут у нас отряд собран. Потребуется порт, чтобы его как-то переместить. 44 тысячи. С ума сойти. Ну, ладно. Я обмазываюсь деньгами. Могу себе позволить. Хотя потихонечку идем в минус. Видимо. Да. На содержание армии приходится тратить огромные деньги. Бюджеты скоро начнут трещать по швам. Это не круто. Надо как-то начинать экономить. Но я так увлечен этой битвой, что экономить не получается. Как тут можно экономить? Вот здесь большие отряды. Что они здесь делают? Почему они без дела стоят? Запертые со всех сторон, да? Везде. А вон Соединенные Штаты Америки. Глядите-ка. Вот они где. Сейчас мы пообщаемся вот так. Отлично. Тут Соединенные... Да они повсюду! Они просто повсюду. Но только не у себя на родине. Они везде, только не дома. Какие-то странные. Так. Я здесь уже, США. Давайте, готовьте новые земли для сдачи. Я приехал. Я пришел с миром. Но что-то все равно это подозрительно очень, правда? Они ничего не делают. Это очень подозрительно. Вероятно, они копят силы. Но пока они копят силы, мы уже захватим всю планету. Серьезно. Так. Тут что у нас с войсками? Собираются они? Ну, я думал, отряд будет больше тут. Так. Скоро соберутся тут силы. Отлично. Ну, вроде бы ничего не забыл. Поехали. Что тут? Нападают. Захватывают территорию. Ну, да. Там у них уже малая сила осталась. Отлично. 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 Хорошо. Надо сместить войска вот так немного. Пока подождем. Нападать не будем. Хотя можно вот эту провинцию захватить. Так. Тут быстро справились совсем. Здесь войска перемещаются. Здесь войска перемещаются. Тут мы просто идем в лоб. Нападаем. Армии там нету. Мы просто забираем безнаказанно все территории и все земли. Это хорошо. В Александрию, наконец-таки, произошла высадка. Отлично. Пирамиды в Гизе мы заберем себе. Александрийский маяк, которого нету. Но он тут есть, но его нету. Так. Но тут тоже долго повоевать не получится. Оба-на. Во, отряд. Смотрите. Я же его собрал, опять же, для вторжения в Африку. Но он, видимо, будет без дела стоять. Потому что тут и так вопрос, по сути, будет решен вот этим большим отрядом. Надо бы эти войска отправлять сюда. Почему другие страны не встают с колен и не начинают воевать в США, пока они находятся под таким прессингом? Для них это лучшая возможность вернуть назад свои земли. Но они тоже бездействуют. Непонятно почему. Так. Порта здесь нету, да? Но я построю его, мне несложно. Здесь продолжается высадка. А тут земли наши захватили. Мне это не нравится. Исправляем ситуацию. Вот так, чтобы они не двигались дальше. Поехали. Да, чертовы. США, блин. Так и знал, что с этими островами проблем больше, чем с большой землей. Ну, сейчас мы их зажали в тиски. Тут уже дальше они не смогут двигаться. Это радует. Здесь тоже мы им перекроем кислород. И нападем. Так, здесь. Ну, у них вряд ли там по три, по пять тысяч будет воинов. Они стопудово должны без потери эти земли отдавать. Спокойно. Так, здесь войско готово. США, все. Я как бы выехал. Ой, смотрите, Австралия. Какой молодец. Какой молодец Австралия. Ладно. Плывем сюда. И высадимся. Хе-хе. Поможем Австралии. Я бы даже, может быть, союз с ними заключил. Но делать этого я не стану. Потому что вы же знаете. Либо вы присоединяетесь к нам, либо вы присоединяетесь к нам. Все. Другого варианта нет. Два варианта. А еще Соединенные Штаты Америки. Почему я их не заметил опять? Готово. Так, кто-то здесь куда-то перемещается. Что-то кто-то хочет предпринимать. Но меня это не касается. Меня волнует только одно. Пирамиды в Гизе. Раз и раз. Хорошо выглядит. Хорошо. О. Прекрасно. Это что? Восточный Туркестан. Кстати, да. Надо будет захватить Восточный Туркестан. Турцию. Там еще немножко земель в Сибири. И восстановить СССР. Почему бы нет? Не вижу причин для отказа. Мы этим обязательно займемся. Но сперва. Сперва здесь. Текс. Нападения нет. Но в принципе, почему бы. Но я боюсь, что это плохо закончится. Вот это распределение войск. США, возможно, этого и ждут. Пока мои войска станут вот такими. Разрозненными. Там пару тысяч. Здесь пару сотен. В итоге они смогут наносить точечные удары большими группировками. И прорываться в тыл к нам. Вглубь наших земель. Вот в чем проблема. А я не хочу, чтобы это произошло. И на этом, друзья, мы с вами пока остановимся. Война сегодня была довольно интенсивной. Захватили новые земли. Придумал я новые стратегии. Хотя как? Просто это... Просто план действий на будущее. Лишаем США экономики кислорода. Надо, чтобы у них остались только вот эти земли. Тогда они будут сражаться нормально уже. Интересно. А сейчас им приходится распыляться на всю планету. Это не круто США. Кстати, какое там место по экономике? Ну, что-то США. Даже Мексике уступает. И Италии. Ну, блин. Я думал, США будет супер соперником. Но с нами, конечно, соперничать уже невозможно. Слишком мощная страна получилась. Максимально мощная. Тут уже, смотрите. Ну, просто население какое. Доходы. Провинции. Ну, все. Это уже как бы экономика. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Удачи. Пока.